Всякий инструмент, он работает на какую-то практику, на какой-то вид процессов, на какой-то аспект вашей деятельности. Какие вообще аспекты деятельности имеет смысл автоматизировать, давать им вот что-то специфическое? Во-первых, это коммуникация. Профессиональная коммуникация, она в Телеграме или в ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Ватсапе очень плохо организовывается, потому что есть много сквозных тем, и если вы ведете просто один групповой чатик, то все начинает переплетаться, и в конце концов вы все теряете. Поэтому очень важно освоить инструмент профессиональной коммуникации. Ну, это, конечно, может быть e-mail, но сейчас хочется как-то общаться оперативнее. Поэтому есть инструменты, такие как Slack, такие как Gitter или Zulip, или RocketChat. Но про них мы поговорим дальше. Вторая важная практика – это управление задачами и, собственно, планами. Какие задачи кому поручены, что когда должно быть сделано. Это хорошо бы, чтобы было в каком-то общем пространстве, все знали, кто за что отвечает и кто что будет, когда в ближайшее время делать. Во-вторых, в-третьих, если вы работаете над какими-то инженерными проектами, то эти инженерные проекты всегда в себя включают работу с требованиями. Что именно должно быть сделано, каким критериям оно должно соответствовать. И хорошо бы, что у вас был какой-то инструмент для работы с требованиями к тем продуктам, к тем артефактам, которые делают ваши участники. Еще один момент, что, ну скажем так, если у вас проект цифровой, если это не что-то материальное, то ему все равно нужно какое-то место, где вот эти цифровые артефакты будут храниться. Материальные артефакты, ну понятно, они там по шкафчикам, по ящикам и так далее. Но если у вас код программы хранится на флешке участника, участник потерял флешку, то он очень долго будет расстраиваться. Хорошо бы его хранить структурированным, организованным образом. И в конце концов, когда вы пишете требования или когда вы вообще внутри себя, внутри кружка что-то организационное проектируете, скорее всего вы это будете как-то рисовать, как-то будет схематизировать. И, кстати, этому посвящен следующий он грит, следующая лекция. Так вот инструменты схематизации тоже очень важны.